Нет денег на море, можно поехать на местное озеро. В преддверии сезона отпусков специалисты туристической индустрии рассказали об изменениях внутреннего рынка. Подробнее Виктория Рыжих. Спрос на внутренний туризм вырос на 20-30%, говорят специалисты. Главным фактором называют кризис. Если бы не впечатляющий рост доллара, такого бы ажиотажа вокруг местных курортов не было. Очень популярный стал Алтай, в частности, и вообще Сибирь, внутренний туризм, для дикарей, как мы их называем. То есть люди самостоятельно на автомобилях садятся и едут путешествовать по стране. Есть плюсы, но есть минусы. Они экономику в принципе не поднимают страны и очень плохо влияют на экологию. Большой процент заказов – корпоративные выезды. Тимбилдинг набирает популярность и у средних компаний. Но далеко не каждая фирма может позволить вывезти 40-50 сотрудников за границу. Особенно интересуют сплавы, конные походы и экстремальные квесты. Однако самым проблемным остается вопрос качества оказания услуг. Деньги просят большие за отдых. Понастроили избушек каких-то деревянных. Хотят 700 тысяч рублей с человека. Но эти деньги, они не сильно оправданы. За эти же деньги можно за границей отдохнуть. Поэтому стоит выбор у туриста – ехать за границу либо внутри страны. Можно дешевле отдохнуть внутри страны, но уровень будет гораздо ниже. Цены на местные курорты по сравнению с прошлым годом поднялись на 10-20%. Среди особенностей этого туристического сезона новые базы отдыха открывают редко. Стройка дорогая, а окупаемость долгая. Восстанавливать старые комплексы никто не берется. Какие изменения есть в процедуре выдачи виз? Сколько стоит самая дешевая путевка, например, в турецкий Кемир или российский Сочи? Расскажем в итогах недели в субботу в 8 вечера. Виктория Рыжих, Евгений Агеев, Новости ОТС.